ДТП на улице Гоголя Информационную картину дня подготовил Виталий Гаврусов Рено не пропустил «Фольксваген», авария механическая, пострадавших нет В 8.20 в утренний час пик на улице Гоголя произошла авария Столкнулись «Фольксваген» и «Рено» Водитель немца, двигаясь по главной, столкнулся с французом, которым управляла 21-летняя бобручанка Права она получила в 2013 году, а вот водительский стаж неизвестен По предварительным данным, она выезжала с дворовой территории, по всей видимости, не соблюла правила дорожного движения и не пропустила «Фольксваген» В результате столкновения обе машины вылетели за пределы проезжей части и получили механические повреждения Девушка-водитель «Рено» была доставлена в Бобруйскую центральную больницу Вторая участница ДТП самостоятельно отправилась в лечебное учреждение, чтобы сделать снимок грудной клетки По факту случившегося ведутся проверки Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и взаимовежливыми Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, выбор скорости и безопасное маневрирование помогут избежать аварии на дорогах Виталий Гаврусев, Константин Шевцов, сегодня в Бобруйске Эпидемиологи бьют тревогу, просрочка, обвес, обсчет и другие нарушения Только за прошлый год из 615 объектов торговли 553 сработали с грубейшими нарушениями Когда стоит умывальник для обеспечения гигиены того же продавца и реально нету слива То это понятное дело, что эти правила просто не выполняются Рыба гниет с головы, а значит штрафовать и перевоспитывать нужно руководителей торговых объектов, считают специалисты Семинар – одна из форм конструктивного диалога На встрече с эпидемиологами руководители нашумевших супермаркетов и более мелких торговых точек Сегодня владельцы уверяют – за свежестью продукции следим, людей не обманываем От своих подчиненных в первую очередь, ну если брать в соответствии с темой сегодняшнего семинара То это, конечно, в первую очередь жесткий контроль от момента приемки продовольственных товаров И весь процесс движения до момента выкладки в торговом зале Чтобы категорически не допускать реализации товаров с истекшими сроками Однозначно у нас все сотрудники обеспечены всеми средствами необходимыми для работы То есть все отделы, все работники имеют одноразовые перчатки Пригодные для работы с пищевыми продовольственными продуктами Вы можете обратить во всех наших магазинах, где есть, например, отделы СП Продавцы работают только в перчатках Хлеб выкладывается неупакованный, прошу заметить Хлеб выкладывается тоже только в перчатках Вместе с тем уже в этом году недобросовестные продавцы пытались реализовать 46 килограммов просрочки 328 килограммов без документов, подтверждающих качество Из 138 проверенных объектов нарушения были выявлены в 130 Сейчас 15 из них временно не работают Нарушители уже уплатили 47 миллионов штрафа И это лишь первый квартал Специалисты обещают, что дальнейшие санкции будут гораздо жестче Складские и подсобные помещения, прилавки и самопродукция От глаз ревизоров не ускользнет ни одна погрешность Единственный способ уберечь предприятия – торговать по закону Стратегия бизнеса «Бобруй-Сельмаш» присоединяется к агромашу Такое решение приняло Министерство промышленности Беларуси Ранее сельмашевцы входили в холдинг вместе с семью другими предприятиями в качестве самостоятельного субъекта Юридического лица Теперь «Бобруй-Сельмаш» станет структурным подразделением в составе управляющей компании Такая реорганизация позволит оптимизировать управление, укрепит кооперацию Надеются в министерстве и на то, что эти меры повлияют и на качество, и снизят себестоимость выпускаемой продукции Белшин осваивает Вьетнам Предприятие выпустило без малого 4 миллиона шин Уровень продаж превысил 103% к 2014 году Бизнес-плана 2016-й, по информации Белшины, предполагает рост производства по отношению к минувшему году При этом предприятие практически не работает на склад Лес рубят, щепки летят Команда лесорубов концерна «Беллесбумпром» одержала победу в командной эстафете на международном турнире в Эстонии В составе белорусской четверки выступали представители предприятий Могилевской области В том числе и бобруйского фандока Работник Могилев-древ стал также серебряным призером в упражнении «Точная раскрижовка» Ну, чем не олимпийцы? Свои мировые рекорды, тренеры и командные сборы Всего в соревнованиях принимали участие 37 лесорубов из шести стран Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии 1 миллион 700 тысяч рублей С 1 мая бюджет прожиточного минимума вырастет на 3,6% Новый размер будет действовать всего два месяца за это время Увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии Все виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей И другие выплаты, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума В последний раз он повышался 1 марта Конкурс по фигурному вождению среди мотоциклистов прошел в Бобруйске 18 участников в возрасте от 10 лет и выше демонстрировали элементы и фигуры Которые выполняют на экзаменах в ГАИ претенденты на получение права управления железным конем Такую форму диалога с мотоциклистами выбрали сотрудники ГАИ Бобруйской района Габаритный коридор, колейная доска, восьмерка, змейка, участок разгона Дистанция оказалась нелегкой, но победителя удивили Самым неожиданным было то, что один из самых маленьких участников дорожного движения мотоциклистов 10-летний мальчик, он получил второе место И третье место занял учащийся колледжа Одного из колледжей города Бобруйска И первое место досталось начальнику Бобруйской инспекции экологии В прошлом году с участием мотовелотранспорта в Могилевской области Было зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий 7 человек погибли, 49 получили травмы различной степени тяжести Бобруйчане уже открыли статистику в этом году В этом году в городе Бобруйске уже совершено одно дорожно-транспортное происшествие Все про это знают На проспекте Георгиевском с участием мотоциклиста Который не справился с управлением и был очень серьезно травмирован Сотрудники госавтоинспекции оценили активность участников нового конкурса И выразили надежду, что молодежь Бобруйска будет внимательнее на дорогах ко всем участникам движения Виноваты новички Согласно статистике ГАИ по вине водителей с опытом управления автомобилей до двух лет Совершается большинство ДТП Госавтоинспекторы справедливо считают, что причина кроется не только в отсутствии опыта Но и в системе подготовки водителей Сегодня в Бобруйске азы вождения преподают в девяти школах Пять из них частные Уровень и качество подготовки значительно разнится Говорят специалисты Из года в год в сводка ГАИ ученики частных школ Собственники упускают важные моменты Постоянно нарушения фиксируют не только госавтоинспекторы Но и сотрудники Белтехосмотра Наиболее часто встречающаяся неисправность является нерабоспособные Либо неправильно работающие внешние световые приборы Также есть вопросы по внешнему виду транспортных средств Учебных транспортных средств И еще встречающиеся несоответствия является отсутствие знака учебный автомобиль Десять дней помимо технического состояния самого автомобиля Специалисты проверяли путевые листы, права и другие необходимые справки И документы у мастеров производственного обучения вождению Все для безопасности на дороге Лучшие показатели традиционно у государственной автошколы ДСАФ Мы обучаем на автомобилях легковых не старше пяти лет Вся старая техника списана из данного метролома На грузовых автомобилях мы обучаем Это Уралы большегрузные Да, они постарше Но мы провели полное техническое обслуживание, ремонт И они достойно сейчас выглядят на трассе Купили также автобус новый МАЗ-256 В рамках прошедшей декады учебные автомобили Госавтоинспекторы с сотрудниками Белтехосмотра Выявили лишь несколько нарушений